Класс выстроили в виде прямоугольника, то есть в несколько рядов, в несколько ширин. Ну не опять класс, но где всю школу, кого угодно. Выстроили вот так вот, в виде прямоугольника. Дальше. В каждом ряду выбрали самого высокого. Из них выбрали самого низкого. Это была наградца. А другие люди сделали наоборот. В каждой шеренге выбрали самого низкого, а из них выбрали, вы уже догадались, самого высокого. Самого-самого высокого, да. Вопрос. Кто выше? Самый низкий из высоких или самый высокий из низких? Получится, который верхний. Почему? Потому что тут уже из самых низких, тут самые высокие точно. То есть вы думаете, что любой из того, на который выше любого из этого? Да. Да, ничего подобного. Нет, нет, садитесь, вы не поняли условия. Ребята, представьте себе, что произойдет следующее. Кто-то пройдет вот в этой аудитории и с каждого ряда возьмет самого высокого человека. Взяли, взяли, а после этого пойдет куда-нибудь, где много бастетболистов, вы знаете, бастетболисты обычно они высокие, потому что тогда в кольцо намного легче мячик забрасывать. И из них, из каждой команды бастетболистов, они, это тоже неправда, у них в командах иногда бывают и низкие, такие вертлявые, которые умеют, что называется, мячике отбирать, бегать у всех. Нет, лучше не так. Просто возьмем бастетболистов ниже двух метров, всех отракуем, и возьмем бастетболистов, которые, начиная с двух метров, да? Замечательно. И среди них, в каждой команде такой, в общем, есть, наверное, среди них выберем самого низкого и приведем сюда такой коллективчик из них. Интересно, кто будет лучше, кто будет выше? Среди нас самые высокие или среди них самые низкие? Среди них, конечно. Среди них, ну что в этом? Поэтому нет, 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 просто так говорить. Среди них, потому что мы дети. Ну, неважно, даже не особо дети. Туда просто отбор идет, в общем, по-моему, по-моему. Понимаете? Поэтому нет, 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 все хитрее. То есть ответ-то правильный, но решение не такое. Может быть такое, что самый низкий из высоких и самый высокий из низких это делают... Человек. Вообще-то, да. То есть в принципе, там может быть такой просто человек, который выше всех-всех-всех. Хотя, стоп, если он выше всех-всех-всех... Высокий. Он высокий. Нет, так не может быть. Правда, хороший вопрос. Могут ли эти два человека совпадать? Я придумал способ, когда они совпадают. Давайте. Называйте их рост. Просто число называйте, пожалуйста. Два. Метод 90. Ну и там метод 90 такие разные. Может хватит. Дальше. Да, потом метод 80. И остальные методы 70. В каждом ряду выбрали самого высокого. Здесь два, здесь такой. Из них выбрали самого низкого. Самый низкий это вот этот. Каждый ширинник. Мы выбираем самого низкого. То есть в этой ширинке выбрали самого низкого. Самого низкого. Самого низкого. Из них выбираем самого высокого. Точно, точно. Совпало. Спасибо. Это не помогает нам решить задачу и прочее. Мы теперь знаем, что может совпадать. Тогда просто помогать детям во время пушка совершенно не надо. То, что человек вам ничего не решил, это совершенно страшно. Подсказка. Если вы посмотрите на самого низкого из высоких и на самого высокого из низких, в одном смысле и другом смысле, то подумайте, а могут ли они располагаться, скажем, в одной ширинке? Или могут ли они располагаться в одном ряду? И что тогда обязательно будет? А если они располагаются в разных рядах и в разных ширинах, то вообще-то есть люди на пересечении. Подумайте об этих. Я не понимаю, а зачем они включили такие мощные вентиляторы? Если они в одном ряду, то верно будет снижение. Почему? Потому что он самый высокий из низких. Самый низкий из высоких, если они в одном ряду, будет выше, потому что самый низкий из высоких, он же высокий в каком смысле? То есть он высокий в своем ряду. Отлично. Значит, если они в одном ряду, эти два человека, то в таком случае этот выше. Хорошо. А теперь давайте другая картинка. Если эти два человека находятся в одной ширинке, тогда что? Тогда этот номер выше, потому что это самый низкий. Правильно. Брали из каждой ширинки здесь самого низкого. Не знаю, кто это, но самый низкий. И поэтому, если он не совпадает с вот этим человеком, но лежит с ним в одной ширинке, то он самый низкий в своей ширинке, и поэтому он ниже. Ну, скажем так, не выше, да? Более всего, да? Но не выше. Хорошо, этот случай тоже забрали. А вот теперь давайте смотреть самый интересный, последний случай. Представьте себе, что у нас есть ряд, и вот это вот самый низкий из высоких. И в другом ряду и в другой ширинке расположен человек, который самый высокий из низких. Давайте сравним их по-русски. Да, пожалуйста. Там точка пересечения, первая точка... Какая из двух точек пересечения? Та, которую я нарисовал? Или здесь есть еще другая точка пересечения? Какая вам больше нравится? Которая... Которая вы нарисовали. Которая я нарисовал. Хорошо. Вот давайте этот у меня будет человек А. А это самый низкий из высоких. Здесь человек В. Он расположен в том же ряду. Есть человек С. Это самый высокий из низких. И что мы тогда можем сказать? В том случае, если А больше или равно В, А не может быть ниже, потому что в своем ряду А был самый высокий. Значит, ребята, рост А не меньше всех в его ряду. В том числе, не меньше, чем рост В. Хорошо. А про эти... Тогда В может быть на одно С. Потому что С... Потому что С самый низкий. И в его ширину. Ребята, вот это последовательность собирается. Пожалуйста, все себе нарисуйте. Запишите. Если у нас есть не один и тот же человек, и самый низкий из высоких, и самый высокий из низких, а это если два разных человека, то мы можем взять того, назовем его Б, который расположен в одном ряду с А и в одной шеренге с С. Человек Б будет обладать интересным очень свойством. Из-за того, что А был самый высокий в своем ряду, А будет не ниже, чем Б. Из-за того, что С был самый низкий в своей шеренге, Б будет не ниже, чем С. Соответственно, А больше или равно Б, Б больше или равно С по-русски. У нас получается, что А не меньше, чем С.